За отсутствие маски можно поплатиться рублем. В Магнитогорске продолжают проверять, как горожане исполняют санитарные требования в режиме повышенной готовности. Сотрудники районных администраций совместно с представителями полиции регулярно проводят рейды, обходят торговые точки, проверяют трамваи, маршрутки, выявляют нарушителей. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Тамара Александровна – частый покупатель на центральном рынке. За покупками женщина всегда старается ходить в маске. На рынок наведалась и межведомственная группа. Сотрудники администрации Ленинского района и полиции обходят торговые точки, проверяют, как продавцы соблюдают требования в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Многие до сих пор не осознали, что они подвергают опасности не только себя, но и своих родных, близких и других людей, находящихся рядом. Они не одевают маски и перчатки. Режим повышенной готовности никто не отменял. Согласно распоряжению правительства Челябинской области, горожане обязаны носить маски в местах общего пользования, будь то магазины, аптеки, такси. Особые требования предъявляют и к людям за прилавком. Продавцы на местах должны обязательно носить маску, перчатки, чтобы покупатели соблюдали дистанцию полтора метра, чтобы не находилось много очень покупателей в помещении, если маленькое помещение, а также были средства антибактериальные. Тому, кто идет против правил, грозит предупреждение и даже штраф для физического лица он составит от 1 до 30 тысяч рублей. Для юридического от 100 до 300 тысяч. Такие рейды межведомственные группы проводят регулярно по всему городу. За последние три дня составлено более 50 протоколов. Специалисты напоминают о важности соблюдения мер в неблагоприятный эпидемиологический период, в том числе о значении вакцинации. По области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. На 22 июня в городе выявлено 10 новых случаев.